Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру, и мы обратимся к 28 главе исхода. Здесь, после пространного, чрезвычайно детального описания устройства скинии, начинается разговор о священниках, о тех, кто, собственно, будет совершать культ перед лицом Господним в этой самой скинии. Причем некоторым, несколько удивительным для нас образом, сначала идет разговор о облачениях, об одеждах для священников, как они должны быть устроены, и только потом о посвящении этих самых священников. Вот, тоже такая характерная особенность для современного читателя несколько неожиданная. Теперь, в начале этой главы Господь, обращаясь к Моисею, говорит, возьми к себе Аарона, брата твоего и сынов его, чтобы он был священником мне. И здесь, собственно, дальше ничего не поясняется, а сразу идет разговор о том, как сделать священные одежды Аарону для славы и благолепия, для того, чтобы Аарон, как первосвященник, как священник Божий, был таким средоточием славы, и было все в нем хорошо. Хорошо, хорошо. Какое внешнее благолепие должно быть некоторым знаком внутреннего тоже, благоустроения. И скажи всем мудрым сердцем, которых я исполнил духа премудрости и смышления, чтобы они сделали Аарону на священные одежды. То есть, речь идет о том, что Моисей должен обратиться к умельцам, к тем, кого Бог сделал мудрым сердцем, которых Бог исполнил духа премудрости и смышления. Вот к этим умельцам он должен обратиться, чтобы они сделали для Аарона священные одежды, но все равно Бог расскажет, какие они должны быть, что в этих одеждах должно быть. Потому что это не художники, не они, так сказать, придумали и сконструировали эту сторону культа, а она тоже устроена по повелению Божьему. Ну и здесь вот описываются одежды довольно многочисленные и, вероятно, красивые из дорогих и дорогоокрашенных материалов, которые должен носить первосвященник. Нити из красной шерсти, из голубой, пурпурной, из золота, из шелка. Вот это все целая сложнейшая конструкция, на которую требуется огромный труд. Да, что здесь, пожалуй, еще надо заметить, то, что Бог повелевает для одежд Аарона взять два камня оникса и на этих камнях вырезать по шесть названий колен Израилевых, шесть имен. Да, имена сынов Израилевых, шесть на одном камне, шесть на другом, и они должны быть, эти камни, вставлены, положены на рамники фода, как бы на плечи, на плечи первосвященника. Как знак того, что он представляет, как на плечах несет в присутствие Божие вот эти самые колена сынов Израилевых. Будет Аарон носить имена их перед Господом на обоих плечах своих для памяти. Вот это и вправленные в золото камни, где написаны эти имена. Для памяти, чтобы... Вот тут с вопросом, чтобы, возникает некая коллизия. Потому что, чтобы что? Для памяти кому? Господь Бог наш, в общем, не страдает забывчивостью. Значит, не ему для памяти. Хотя можно предположить, что представления о Боге у этих людей такие примитивные, что они думают, что ему тоже надо что-нибудь напоминать. Ну, так может быть, но это маловероятно. Скорее, для памяти первосвященникам, следующему и следующему поколению, или для памяти сынам Израилевым, которые, в общем, в подавляющем большинстве своем не видят этих камней на плечах первосвященников, золотых оправах, на которых эти имена написаны. В общем, некоторый, казалось бы, вопрос простой и в то же время настоящего, ответа на него не так легко найти. Для памяти... всерьез говоря, для памяти читателя этого текста. И оказывается, ну, может быть, еще для памяти автора, что вообще этот текст оказывается не столько мануалом технической инструкции, знаете, как по сборке мебели. Возьмите деревяшку номер один, присоедините к деревяшке номер два. А это, может быть, таки текст для читателя, которому на третьей главе пространного детального описания каких-то давно канувших в лету подробностей не вредно бы действительно напомнить для памяти, о чем идет речь, и что речь идет о священнике, который будет поклоняться Богу во исполнение завета. Божьего с двенадцатью коленами израилевыми. Теперь еще также наперстник судный, так называемый. Это тоже такое сооружение плоское на груди первосвященника, где уже 12 отдельных разных камней, на которых тоже будут вырезаны имена сынов Израилевых. По одному имени на каждое. И здесь много, 12 разновидностей, драгоценных камней. Как вы понимаете, это все вещи чрезвычайно дорогие, и достать их можно только с огромным трудом. И вот эти отдельные камни спереди и сзади на одежде первосвященника свисают вот таким вот образом. Вот они тоже изображают 12 колен Израилевых, потому что первосвященник входит, как потом мы увидим в позднейших текстах, входит от лица всех сынов Израилевых, и вместе с ним символическим образом неким ходят все сыны Израилевые. Наконец, еще здесь говорится о том, что к этому наперстнику судному относятся также некие Урим и Тумим, два, по-видимому, камня, отличающихся белое и черное. Более или менее современные толкователи в подавляющем большинстве случаев отводят глаза, когда необходимо писать о том, что такое Урим и Тумим, и как оно употреблялось. Ну, потому что как-то это кажется прямо не очень хорошей идеей. Собственно, речь идет об одной простой вещи, что бывают в жизни вопросы, на которые надо ответить либо да, либо нет, и хорошо каким-нибудь грекам, у которых есть дельфийский оракул или какая-нибудь пифия, которая, надышавшись какой-то дряни, несет пургу, ну, и там, значит, вот принимаются на основе этой пурги решения. Ну, или хорошо каким-нибудь сильно восточным людям, которые либо дышат через уши, либо мухоморов там хряпнут на стоечке хорошенько, опять же теряют полную адекватность и принимают решение. Ну, такое, в общем, религиозное решение. А что делать бедным евреям? В пустыне мухоморов там не растет. Дышать окиписьми тоже как-то, они вообще, так сказать, потрезрее по жизни люди. А решение принимать надо. Ну, и вот исход книги, исхода свидетельствует, что когда-то там давно возникла существовавшая уже еще и в письменную эпоху, еще в первом храме, вот такая вот традиция, за этим самым нарамником с драгоценными камнями, с именами сынов Израилевых, располагается у первосвященника некая, ну, типа кармана, в котором два камешка, белый и черный, одинаковые по форме. И когда необходимо какие-то вопросы решать, первосвященник молится, молятся вокруг все, кто так или иначе к этому имеют отношение, потом он туда засовывает руку и вытаскивает жребий. Урим и Тумим, собственно, да и нет, да и нет. Какая-то такая возможность. Понимаете, опять же, хорошо, когда есть пророки, которые молятся, Бог им отвечает, и они говорят об этом сынам Израилевым, но говорят по большей части на самом деле о том, что надо заповеди соблюдать. А что делать простому первосвященнику, которому задают вопрос, ему нужен ответ, нужно, чтобы как-то услышать этот ответ. Но свобода Бога важнее. Вот невозможно его заставить, невозможно, как Аввакум, сказать, вот встану тут на башне и не сойду с этого места, пока не услышу, что Бог мне ответит. Вот эти самые Урим и Тумим. В каком-то смысле, конечно, это возможность переложить на Бога ответственность за принятые решения. Ну, тем не менее, вот, по крайней мере, это нечто чуть лучшее, может быть, чем человеческое самомнение. И, наконец, в заключительной части, где еще говорится об одеждах первосвященников, повелено Богом сделать полированную дощечку из чистого золота и вырезать на ней святыня Господня. И, соответственно, она должна быть закреплена на головном уборе Аарона. Вот, святыня Господня, то, что принадлежит Богу и то, что освящено этой самой принадлежностью. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok